К различным оценкам специалистов, теневой рынок в наличном товарообороте составляет от 15 до 30 процентов. То есть от 18 до 37 миллиардов рублей ежегодно не облагается налогом. Наша съемочная группа решила узнать, какие дивиденды дает безналичный оборот организациям и жителям Чувашии. Половина жителей России имеют банковские карты. Каждый десятый половину своих денег тратит, даже не вытаскивая наличность из кошелька. За последние годы число таких финансовых операций выросло на 50 процентов. По безналу расплатиться можно за одежду, обувь, продукты, лекарства. Чебоксарская аптечная сеть «Велес» давно использует такую форму расчета с покупателями. Все больше и больше людей приходят с картами. Это удобно, это комфортно в плане того, что нет мелочи с собой носить. Для организации снижаются риски в плане фальсификатов денежных средств. Уменьшается количество инкассаций, то есть это также идет экономия оборота для организации. И сразу непосредственно покупки денежные средства поступают на счет организации. Расплачиваться картой не только удобно. В Сбербанке действует программа «Спасибо». За каждую покупку накапливаются бонусные баллы. В первые три месяца подключения сервиса каждый участник программы получает полтора процента, а затем полпроцента от покупки. Особенно ощутимый результат работы по безналу виден в организациях. Это очень удобно для нас и для сотрудников. Они получают зарплату мгновенно. Я вижу исполнение, поступление сумм, я тоже вижу. Это очень удобно. Не нужно считать копейки, как раньше. Сотрудникам это удобно, то, что они не стоят в очереди, не ждут. Также мы работаем по безналичной оплате с контрагентами. Удобно тем, что у тебя есть подтверждающие документы об оплате. Если ты даже неправильно перечислила какую-то сумму, то в любом случае ее можно вернуть. Каждая ошибка, она исправляется. Безналичные расчеты упрощают и деятельность государственных органов. В налоговой инспекции приветствуют переход на такую форму оплаты труда. Например, доходы физических лиц становятся более прозрачными. А применять различные серые схемы ухода от налогообложения становится все сложнее. Это позволит контролирующим органам повысить качество администрирования страховых взносов и налога на доходы физических лиц, проводить своевременный мониторинг полноты и своевременности перечисления таких платежей в бюджеты нашей республики, также во внебюджетные фонды. Кроме того, для самих граждан это позволит получать социальные гарантии, которые предусмотрены государством. Конечно же, это на достойную пенсию в будущем, на выплату больничных, на выплату различных компенсаций. Кроме того, по налогу на доходы физических лиц данные работники смогут в полной мере воспользоваться своим правом на получение налоговых вычетов. В качестве примера безналичной и бесконтактной жизни специалисты приводят первый умный город. Районный центр Зеленодольск в Татарстане с населением около 100 тысяч человек. Две трети населения города получили многофункциональные пластиковые карты, в которых содержится платежное, социальное, транспортное приложение и квалифицированная электронная подпись ее владельца. По данным банка, за полгода безналичная активность жителей Зеленодольска увеличилась в два раза. В Чувашии пока только задумываются по поводу возможности претворить такой проект. Но отдельные положительные примеры все же есть. Это единые транспортные карты, действующие в столице. За полтора месяца 2017 года продано более 30 тысяч ЕТК. По экспертным оценкам, дополнительный бюджет получил более 2 миллионов рублей.